приветствую вас на канале фан клуб total war с вами кос очередная битва и опять вархаммер 3 никак нас эта тема не отпускает опять же сражение из прохождения танатиса за карл франца ровно такая же ситуация как и прошлый раз на стек имперские наваливается две армии нежити сельвании и соответственно влад прибегает на марше то есть создает это численное преимущество очень похожее сражение за одним исключением насчет здесь есть гарнизон правда он покоцанный да там там на самом деле в половину где-то хп и соответственно стек что касается пехоты он шире здесь есть два отряда тяжелых мечников что касается стрелков здесь есть охотники это все-таки лучше чем арбалетчики ну на мой взгляд по крайней мере главных преимуществ да то что они еще движение могут стрелять то есть сохранить дистанцию до отбегать и стрелять есть бретонские лучники крестьяне с огненной атакой что против нежити очень даже полезно при этом здесь вместо мага тени маг огня сияющий маг но он слабо прокачен но здесь по моему 100 очков маны здесь очень хороший запас маны ну и главное отличие насчет это герои и лорд герой здесь значит капитан и ну маг уже до мной названный и лорд лорд роперт короткие штаны лорд здесь слабенький но не сильно прокачан и капитан и лорд на лошадях ну что еще можно сказать все можно сказать только про армию нежити в общем очень много стражей могил как и в той битве ужасы по моему тоже пять штук как той битве потом в одной армии был 4 311 здесь 32 есть астральные юниты есть соответственно сельванские арбалетчики стрелки вот одна конница правда там были рыцари крови покруче здесь просто черные рыцари ну и как как обычно много скелетов и зомбаков вот сложность битвы в чем состояла но как обычно во владе все упирается в этого терминатора плюс по сравнению с прошлой битвы он здесь еще выше более высокого ранга и соответственно более толстый более опасный вот нельзя допускать его долгое нахождение общей свалки то есть он пугает войска он от них во время битвы регенец он поднимает своих мертвых вот то есть тут задача его как-то вывести с чистой поле до фокусе стрелками огнем огневые атаки но и как-то вот что-то пытаться сделать но как говорится гладко было на бумаге это забыли про враги и мне изначально оказался бой сложным но когда я его провел лично вот я с умением поменял не сложным самом деле все очень здесь было зыбко вот она опять же это все упирается в этого влада но и армия армия большая противника и она здесь даже лучше покажет чем предыдущем сражении ну в общем давайте смотреть я прокомментирую я не хотел записывать этот бой но я предоставил формацию скриншот краткое описание и непосредственно реплей на форуме империал танатису но поскольку сейчас не опять мало контента на канале это опять связано с моей загрузкой на работе ноябрь высокий сезон ну вот еще немного простыл наверно по голосу уже догадались я решил все-таки с утреца записать потому что другого времени просто нет ну и контента нет вот а бой с точки зрения тактики и геометрии очень даже осмотребельный ну вот я думаю что лучше чем я этот бой никто не прокомментирует поскольку я в него лично и сразу проводил ну давайте давайте посмотрим повтор итак мы в битве я поставил на паузу значит хотелось бы что сказать но кто смотрел тот стрим танатиса да наверное помнит как примерно проходил бой лично сам посоветовал разместим и разместить войска ему вот опираясь на эту скалу то есть как бы получается у вас прикрыт весь правый фланг вам остается лишь прикрыть левый да ну соответственно тонатис сделал наполовину то что я ему советую потому что он там почти половину войск зачем-то выстрелил вдоль скалы вот здесь самому как бы отрезал да и совсем практически не перекрыл фланг собственно где обход и было и его стрелкам постоянно кто-то мешал потому что уже была рукопашная здесь вот но сам я посмотрев повнимательно но дело увидеть на стриме другое дело самому оказаться на карте посмотрев внимательно позицию вот я понял что нет здесь да здесь очень удобно и компактно держать оборону но для стрелков абсолютно неприемлемая позиция то что они в лесу будут находиться вот это будет затруднять их стрельбу ну вот я подумал что либо поставить справа от скалы войска вот либо же вообще в оставить скалу за спиной вот потом еще немного посмотрев я понял что наверное лучше я прикрою скалой свой левый фланг столовой фланг вене тыл да и вот выстроюсь вот таким таким построением как вы видите до мощный фронт очень мощный право фланг абсолютно прикрыт левый фланг при этом мои стрелки находятся на возвышенность у них очень хорошая зона обстрела наклон обстрела я подумал что но это лучшая позиция которую здесь можно придумать плюс еще какое сделал решение я перенес подкрепление подкрепление изначально было здесь его перенес себе за спину до подкрепление очень большой но тем не менее кажется вот на счету все таки значительно преимущественно стороны на стране сельвании вот но они будут эти пять с половиной минут забегая вперед скажу и же и нежить тоже спешить особо не будет сначала дождутся своих который проводки буквально через 34 секунды появится но пока выстроится пока дойдут практически там три минуты пройдет но и два боя два минуты боя выдержать вот тебя подкрепление подкрепление нужно потому что нужно будет усиливать какой-то из участков обороны а у меня резерва нет вот вся вся пехота занимает контур оборонительный вот с одного края находится имперский капитан с другого лорд не помню точно у кого-то из них есть магическая так у капитана у капитана соответственно я буду бросать на астральные войска которые первым первые же до подойдут соприкосновения с моими отрядами ну и вот соответственно тут крестьяне бритонские с огненными стрелами у них стрельба отключена вообще я их под угла до берегу охотники чуть подальше но они будут постоянно передвигаться мы арбалетчики вот таком построение вот ну давайте смотреть на самом деле тут сближение будет достаточно достаточно долго канатиса очень быстро смяли несмотря то что он весь бой замедление провела очень ну изначально конфигурация была неправильно очень большую часть войск вообще отрезал поставив вдоль скалы решив их маневр и вообще вот тут сайте в этой точке идет бой ты их уже никуда не подвинешь не усилишь не перекинешь а здесь было большое пространство поэтому у него не было времени там чаще больше кастовать магом не было времени принимать решение по переброске войск и возможности но я резерв его вообще где-то был там вот здесь у меня есть пространство я могу легко перебрасывать войска еда очень растянутый фронт но что поделаешь это плата за лучшую позицию для стрелков в целом карта неплохая есть разные варианты но главная проблема это влад карштайн вот он очень крутой просто невероятно крут терминатор реально терминатор у него тут практически все есть все что нужно вот это уже там 80-70 ход компании посмотреть как он отожрался вот сильвания там 15 или больше провинций соответственно каждая вторая битва точно его и нормально прокачан остальные насчет ну тут ничего такого одна тележка но 3 вернее тележки есть лорд некроман высший да есть просто некроман вот с ними вообще проблем не будет главная проблема это количество хорошей тяжелой пехоты стражи могил ужасы арбалетчики сильвании ну и просто количество количество их очень большое но вот они только на второй минуте двинулись направлении позиции имперских войск соответственно здесь уже счетчик три минуты до остается до подкрепления но чуть ускорим они будут достаточно долго подходить вот уже и третье минуты на исходе об обратите внимание значит свои быстрые мобильные войска нежить заводит во фланге это рыцари черные здесь люто волки два отряда но и по отряду курганных духов первый стеку покоцанный в нежити ну а потому что они ходили по не своей территории у них были не были потери а вот стек влада абсолютно целый без каких-то там потерь подошел к битве ну беру фокус здесь по он черных рыцарей здесь я беру собак фокус ведь и ему же досталось хорошо пододвинул я сюда нашего лорда ну вдруг они смогут сделать обход чуть-чуть не войск не хватило ну в общем то я бы и не поставлен здесь целый отряд я бы реально бы героями перекрыл посмотрел как как вообще основные силы свои лад употребит при атаке так здесь я здесь я по кургану духом курганом стрелял собаки все потихонечку посмотрите как красиво они идут абсолютно все всей силой масса сейчас будет наваливаться вот арбалетчики заработали и тут я 3 отрежая на нейтрализацию стрелков противника свои два отряда вот 1 2 собственно они будут заниматься исключительно сельманскими арбалетчиками здесь я по стражам могил которые без щитов пытаюсь нанести какой-то урон тоже нет счетов соответственно они будут иметь потери при подходе ну и потом уже беру фокус ужасов и склепа рыцари практически разбиты широким обхватом тут явить я немножко перестраиваю войска и немножко не попало чуть-чуть я сужая фронт но это конечно все еще делается подмага даю огненную атаку чтобы встретить влада здесь конечно здесь он никакого ущерба не получено по крайней мере у него будут проблемы с регенерацией мои войска будет более эффективно действовать против него сейчас повторюсь все внимание на армии нежити вот пока что меня мало интересует мне главное не дать ему прорваться и не творить здесь грязь я бросались капитана тоже наделенного огненными атаками пошло соприкосновение к сожалению ужасы добежали мы было очень много первая атака магом огненной головой но я решил здесь пустить потому что здесь показалось слабо очень фланг у меня здесь неравномерно ведь отрестает ужаса чуть-чуть прорвались лада сдерживаем видим капитан и лорд месть уже очень красивый геометрия боя вот пришло подкрепление и буду сейчас быстренько раскидывать опять наделяю огненной атакой подходят герои лорд я беру тоже фокус с ними разговор будет короткий нежить очень сильно навалилась мы видим участок вот здесь да практически смят очень хорошо обстреливать ну в принципе мне нужно вот здесь будет расчищенная площадка и это хорошо если кто не будет мешать мне главное все лишнее убрать отсюда вот все лорд под номером один уничтожим сульванский вот я еще голову бросать точно здесь не совсем тяжело там вообще глава как-то не очень хорошо сработало первом-втором случае там 150 фрагов короче набил сияющий маг из них я не знаю сколько голова пошел еще даже лично сражался вот а ну вот потихонечку площадка защищается вот это центральный где я буду работать с ладом сейчас тележку еще при повозку уничтожим вот я буду отводить отсюда войска вы видите все на тоненького особенно мой левый фланг большой опасности будут прорываться пехотные части и соответственно уже беспокоить моих стрелков ну вот я начинаю отводить войска от лада у меня два всадника герои лорд которые могут делать наскок соответственно забивать его с ног не всегда это будет получаться но за это будет получаться соответственно он будет немножко задумывается наделяю огненной атакой стрелков которые не имеют огненной атаки тут еще бритонские лучники есть и вот я начинаю по нему работать моя главная задача шкалу двигать чтобы регенерации меньше меньше было возможность пополнения хп здесь он очень удачно так въезжает моих стрелков что происходит но левый фланг увидите здесь очень все плохо уже вплотную к стрелкам подошли начинаю окружить своими героями но вот он начинает за ними бегать и это дает мне возможность его брать фокус вот эта площадка очень идеально сложилась здесь за чтобы я мог с ним работать моя главная задача как ты вот гонять от стрелков он песни следующего мага бросился у нее кстати есть огненная атака вы посмотрите как здесь уже тяжело вот я понимаю что ставка должна быть сделана на владе потому что не вытащит уже не хватает сил очень много можете было право фланг более-менее держится на левого практически же нет ну а по центру вообще никаких действий не происходит практически вот видите чуть-чуть сдвинул ведь вот эта планочка это докуда он сможет восстанавливаться вот она резко стала падать то что он попадает под действие огня но все равно это очень еще много вот только стоит ему зайти в свалку да и он все восстановит вот до этой плашечки тут ведь я выдержал капитана бросить уже на левый фланг потому что пехоты здесь не осталось это кстати гарнизонный капитан где-то у меня здесь и маг помогал макс тоже видите нет нет это не маг 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 вот он маг сейчас я буду еще одну голову бросать да а лорд мы отвлекает внимание себя влада голова пошла но не тоже не очень удачно тут она конечно не так вошла как мне надо было чуть-чуть я ракурс не рассчитал но там я еще своих бы задевал по-любому ну вот здесь продолжается вот эти танцы назовем их так ну видите плашечка двигается ближе к середине уже по-прежнему я стараюсь действовать очень аккуратно потому что потеря лорда это все капитан уже дохлый он не выдержит ведет распад кстати уже потихонечку идет распад посмотрите что на левом фланге уже творится нежить уже в полном присоприкосновении с моими стрелками то есть не все слабее слабее атака идет дистанционная по владу потому что меньше отряда стреляет какие-то отряды возвращаются принципе полевой это сражение проиграны армии нежити здесь ставка сделана на их предводителям плашечка уже сдвигается посмотрите уже последней четверти очередной удар ему удалось удалось ворваться в моих стрелков это очень очень нежелательная ситуация ну вот уже тоже еле дышит я стараюсь отводить отводить войска тут ведь уже и правый фланг практически раз просыпался тут завел правда стрелков и нужно стрелять я голову брошу тут их что-то много было ну вы видите да ситуация то стабильно то резко становится кризисной но влада влада удалось очень серьезный обстрелять и нанести ему с натиска и удары повреждениям 2 дует подложу я сюда уже мага где у меня кстати капитан вот капитан капитан помогает стрелкам очередной бой на тоненького прописали с прошлым боем здесь не было такой прям жуткой беготни и позиции то в принципе боя осталось тоже я неудачно выстрелил по владу новым движением реально не понимал выиграю или нет ну правда потому что армия-то вся уже мигает да и у нее ниже немного осталось но она ну как бы непонятно влада смогу нет и вот я увидел что пошел распад тут я уже почувствовал на 13 минуте почувствовал что это победа очень тяжелая победа вы посмотрите сколько трупов прям по контуру как стоим и войска мы все а после гибели влада произошел распад всех оставшиеся войск не жить первая победа справедливая оценка вот но здесь была задача выиграть изначально я думал здесь более легкое сражение ну может быть конечно кто-то наверняка может отыграть значительно лучше давайте посмотрим статистику мне показалось я выбрал наиболее правильную тактику никого не потерял то есть если бы вот в компании так бы и бы закончился вот стать бы пополнился и все бы было нормально вот влада именно что убили здесь как прочим и других героев и нежить ну повезло что не было вампира здесь еще одну какого-нибудь только тлюка отвлекал бы внимание но зато он был в прошлой битве правда он тоже не дошел особо ну вот посмотрите какие показатели у пехоты сильвания очень серьезные увидите да там 109 67 84 курганные духи один из отрядов это видимо который был на правом фланге тоже неплохо тут посражался ну и вот тоже цифры страж весьма впечатляет некоторые ужасы тоже набили но не мне удалось опрокинуть линию обороны это очень важно было резюмируя резюмируя ну что что я значит какую могу сделать вот за это сражение изначально неправильную позицию по совету тонатиасу но и он и даже моим советом неправильно воспользовался воспользовался потому что не так растаялся я изменил позицию я подтянул подкрепление она не сыграла решающие роли но она помогла она помогла видите тоже какие-то фраги есть вот они заменили тех бойцов которые были опрокинуты хотя бы на какое-то время закрыли брешь а резерв имеет значение а резерв имеет значение в ларах вообще и мне удалось своими конными героями лордом да как то вот быстро носить удар и делать отход в идеале они его сшибали с ног при неудачной атаке они там промахивались упирались они могли по крайней мере быстро от него убежать то что он кидает дебаф вот это уменьшает там по моему на 30 доспехи еще что-то короче но они очень сильно будет огребать то есть долго да даже недолго а хоть какое-то время находиться с владом нельзя соприкосновение тем более еще раз говорю они достаточно слабые мало прокаченные из оружия значит у капитана был магический меч магическая атака и и там дебаф бросал минус 24 к атаке ну для влада это вообще сами понимаете вообще не проблема вот что касается мага заклинание были огненная голова и наделение огненным оружием этот меч вот и соответственно огненный шар вот всем чем я пользовался главный плюс было много маны 100 вот но она правда очень долго пребывала накапливалась очень долго вот но тем не менее три раза я по моему бросил голову и раза четыре-три использовал наполнение огненными атаками это шикарно фраги видите достаточно средние да даже низкий я бы сказал но его главная задача была все-таки это вот поэтому нужно было усиливать войска вот ну долго анализировать не буду пехоту империю принципе цифры те которые должны быть когда пехота долго стоит в обороне да она вот примерно столько и делает но мечники могли бы чуть-чуть получше исполнить если бы они бы сами еще бросились бы в атаку но они они были в обороне вот алебарда особенно которая стояла по флангам вот дольше всего вот она больше всего и нарубила стрелки стрелков маленький показатель то что они работали больше по лордам и героям вот ну и по крупным целям вот такой бой пишите комментарий как вам чего реплей как обычно есть он лежит на форуме imperial в теме блогеров империала там по-моему в моей теме канала кос все это найдите найдете предыдущий на битвы с владом и его второй бой реплей есть можете сами отыграть посмотреть как вас получится ну вот в принципе должны запускаться и на игре с модами ну без модов у меня тут стоят только графические моды они не должны влиять как-то вот ну вот собственно и все все что я хотел вам показать надеюсь вам было интересно за всем все вам как обычно хорошего вечера скоро услышимся пока пока